Друзья мои, всем привет-привет, с вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика Handmade от автора Ли Соль. Ссылка на фанфик будет в описании под видео, и там же в описании под видео загляните на другие ссылки. На мой влоговый канал, на мой новостной канал, где каждый день выходят новости о BTS, а также на мою страницу Boosty, где помимо огромного количества фанфиков моей озвучки, мы с вами встречаемся по вечерам в прямом эфире. Ну а прямо сейчас у нас глава девятая фанфика Handmade, и поехали. Техен поставил коробку с елочными игрушками посередине гостиной. За окном уже совсем стемнело. Юнги на кухне, мурлыкая под нос песенку, замешивал тесто для пряников. По всей квартире омек разлился пряный аромат имбиря. Тэ для настроения включил веселые рождественские песни. Омега обожал эту пору. Он всегда в это время вспоминал свое детство в Тэгу, папу с отцом, ласкового дедушку и немного ворчливого деда. Его детство было счастливым. Он всегда был окружен заботой и любовью. Да и сейчас родители поддерживали сына как могли, искренне гордясь им. Довольно улыбаясь, Техен распутывал новогодние гирлянды, которые вскоре окажутся на окнах, и елки, превращая их квартиру в маленькую волшебную страну. Но елки пока у них не было. Тэ очень надеялся, что нам Джун сдержит свое обещание и все же привезет им ель. Техену не хватало запаха хвои и смолы. Конечно, жаль живые деревья, но ведь их специально и выращивают для этой поры. Да и сейчас большинство живых елочек и сосен продается в катках. И если Джун им привезет именно такую, то сердобольный Техен ее потом посадит в каком-нибудь парке. Около их дома как раз находится небольшой сквер. «Джингл бэлс, джингл бэлс» – тихонько подпевал Техен песенки, льющиеся из большого телевизора на стене. «Джингл азэвайл» – пальцы Омеги ловко справлялись с фонариками. Настроение у Техена было замечательным, тем более, что скоро приедет Чунгук. С каждым новым днем, что Те знал Альфу, он все больше ему нравился. С каждой минутой общения Чунгук открывался Омеге с новой стороны, приятно удивляющий Техена. У Чену отсутствовали все замашки, присущие богатым людям. А насколько Техен был осведомлен, то Чунгук вырос далеко не в бедной семье. Он пил с ним обычный шоколад из пластикового стакана, попросил кулончик ручной работы, хотя мог себе позволить роскошные украшения из своих магазинов. Да и щенка берет из приюта. К слову, Те вообще не заметил на Чунгуке каких-либо ювелирных украшений. Только небольшое серебряное колечко в ухе. Но даже оно было очень простым, безо всяких камней. — Техёни! — позвал Юнги с кухни. — В виде чего пряники будем делать? Можно просто круглые, а можно в форме каких-нибудь зверей, например, зайцев. — А если в виде снеговиков? — выкрикнул Техёни. — Хорошая идея! — одобрил Юнги. — Тогда нужно белая глазурь и розовая. — А розовая зачем? — удивился Те. — А пряничный член я чем покрывать буду? — Юнги! Не нужен мне член из теста! — возмутился Техёни. — Конечно! К тебе сейчас живой заявится! — буркнул Мин. — Ты, а тебе бантик на пряничный член сделать? — Ой, делай, что хочешь! — махнул рукой Техёни. — Все равно ты меня не слушаешь. — Ну, как красота! — тихо сказал Юнги, пришпандоривая бант из теста к довольно большому прянику в виде члена. — А когда приготовишься, я тебя раскрашу так, что будешь как настоящий. Омега посмотрел на плоды своих трудов и остался доволен. — Может, еще один член сделать? — задумчиво проговорила. — Придурушному подарю. Судя по всему, он их любит. — Целый день Юнги думал о Намджуне. Вернее, о том, как на него подействовало прикосновение Альфы к его носу. Такое случилось с Миной впервые. Легкое касание указательного пальца Намджуна к его носу как будто выключило все негативные эмоции внутри Омеги. Это вызвало в душе Мина сумбур. Этот не совсем нормальный Альфа странно на него действовал. Он мог вывести Юнги из себя только одним словом, хотя обычно Мин спокоен и даже безразличен к другим, ну, кроме Тихёна и Чимина. А теперь еще оказалось, что Ким может также его успокоить одним прикосновением. Альфа заинтересовал Юнги. Да чего уж там грешить? Не просто заинтересовал. Вот только он из другого мира, куда Юнги путь заказан. И не потому, что ему не позволят, он сам не хочет. Нечего ему там делать. Юнги реалистично смотрел на жизнь. Банальные омежьи мечты о принце – это не про него. В дверь позвонили. И Тихёна, откинув не до конца распутанную гирлянду в сторону, пошел открывать. «Привет», – очаровательно улыбнулся Чингук. «Я не опоздал?» «Нет, нам Джун еще не приехал», – ответил Те, пропуская Альфу в квартиру. «А это тебе», – Гук протянул омеге яркий пакет. «Там шоколад, и который готовить надо и обычный. Я не знал, какой ты любишь, поэтому взял разный». «Я люблю молочный с орехами и белый», – тихо произнес Те, заглядывая в пакет. «Я угадал, там есть и молочный, и белый». Оленья глаза Гука прищурились, и он с видом волшебника достал из-за пазухи дорогого пальто небольшого плюша его дракончика с крылышками. «И вот это тоже тебе». «Беззубик!» – задохнулся от восторга Те. «Но как ты узнал, что это мой любимый мультфильм?» «Я подумал, раз у нас похожие вкусы, то как приручить дракона, входит в копилку твоих любимых. Я его просто обожаю. И потом следующий год дракона, поэтому вот, держи талисман года». Чингук сунул Тихона беззубика в руки и принялся снимать пальто. «Спасибо!» – прошептал Те, прижимая к груди игрушку. Чон с умилением смотрел на растрогавшегося Омегу. Он никогда не видел таких счастливых глаз. Альфа часто дарил своим бывшим пассиям украшения, цветы и тому подобное. Но ни один так искренне не радовался подаркам, а этот весь светится, получив дешевого плюшевого дракона. «Спасибо тебе, Господи!» – поблагодарил создателя Гук. «Он лучшее, что ты мог мне дать. Спасибо!» «А чё тут стоим?» – показался Юнги весь в муке. «А я привёз шоколад», – оповестил Гук. «Молодец!» – похвалил Альф Умин. «Только вот где твой друг шатается? Нам ёлка нужна, украшать-то нечего!» «Да не знаю!» – ответил Чунгук. «Я ему не звонил!» «Ладно!» – буркнул Юнги. «Кофе, чай! Скоро первые пряники будут готовы!» «Шоколад, если можно!» – попросил Альфа, приглаживая волосы. «Можно!» – хмыкнул Мин. «И мне!» – подал голос Техён. «Ну, хорошо!» Юнги заинтересованно посмотрел на игрушку в руках Те. «А это чё за зверь?» «Беззубик», – Ким показал дракончика. «Правда хорошенький?» «Язык прикольный!» Мин указал на красный язычок дракона. «И крылья!» «Угодил ты ты, Хёну Чунгук! Он помешан на этом мульте! У него рисунков этой рептилии целый альбом!» «Даже так?» – округлил глаза Чунгук. «Покажешь?» «Да!» – пробормотал Те, и щёки Омеги снова мило начали розоветь, вызывая учёный очередной приступ тахикардии. «Проходи!» Альфа проследовал за Техёном в гостиную, с интересом рассматривая всё вокруг. «Эта комната была такой уютной! Красивые расписанные статуэтки на комоде, картины на стенах, по всей видимости, нарисованные жителями этой квартиры. Мягкий пушистый ковёр нежного персикового цвета, диван со множеством подушек разных размеров, на подоконниках цветы, в ярких горшках с забавными рисунками, и повсюду фотографии в рамках. Изображения Техёна, Юнги, Чимина, Джина и кучи каких-то ему незнакомых людей. «Присаживайся!» – ты указал на мягкое кресло у журнального столика. «Как прошёл твой день?» «Отлично! А твой? Много покупателей было!» Гук сел в кресло, обратив внимание на то, что Техён так и не выпустил беззубика из рук. «Очень!» – усмехнулся Омега. «Я спину до сих пор не чувствую. Такое ощущение, что я открыток на год вперёд нарисовал». «А я бы сделал тебе массаж!» – промелькнула в голове Ченгука. «Что мне делать?» – вслух спросил Альфа. «Надо гирлянды распутать. Можешь мне помочь, или это для тебя скучно?» «Люблю что-нибудь распутывать!» – заверил Чён. На всю квартиру прозвучал звонок. «Я открою!» – выкрикнул Юнги. «Тэ, шоколад готов!» «Спасибо, Юни!» Юнги распахнул дверь и узрел огромную ель в пластиковой катке. То, что она была большой, не было преувеличением. Зелёное дерево метра два высотой раскинуло колючие лапы в разные стороны. «Охренеть!» – протянул Мин. «И куда я её поставлю?» «Эй, ненормальный, ты здесь?» Омега пристал на цыпочки и вытянул шею, пытаясь рассмотреть нам Джуна за ёлкой. «Здесь!» – послышался низкий голос Альфа. «Да как ты её сюда запёр?» – задал вполне логичный вопрос Юнги. «Деньги делают всё!» – хмыкнул Джун. «Вносите!» «Рыжуля, отойди в сторону!» Юнги послушно отступил назад. Показались двое рослых Альф. Они с явным усилием втащили ель в квартиру. «Ну, несите в гостиную!» – приказал Мин. «Ничего себе!» – раздался возглас Тихёна. «Джун! Для этой ёлки им сначала надо было новую квартиру купить!» – выкрикнул Чунгук. «Зачем такая здоровая?» «Чунгук дело говорит!» – присурился Юнги. «Но я же сказал, что мои извинения должны быть большими!» – улыбнулся нам Джун. «Можно войти?» «Ну, проходи!» – милосливо разрешил Омега. «Рыжуля, ты замечательно выглядишь!» – отвесил комплимент Альфа, рассматривая лицо Мина, которое было в муке. «Да что там лицо! Весь Омега был покрыт тонким белым слоем муки, как пудрой!» «Я готовлю пряники!» – буркнул Мин. Нам Джун глубоко вдохнул запах свежей выпечки. Всего на секунду перед его глазами предстала картина, как он возвращается домой после работы, и Юнги его встречает у порога. В их доме витает запах домашней еды, а из детской доносятся голоса их сыновей. Это было так ярко, что Джуну показалось, он видит реальность. Альфа рассеянно захлопал глазами, осознавая, что он хочет такую реальность. И именно с этим насупленным рыжим парнем. Хочет детей, елку, домашнюю еду и собаку. Нам Джуну вдруг очень захотелось собаку, большую и добрую, похожую на маленького медведя. «Чего застыл?» – полюбопытствовал Мин, не понимая, почему этот странный субъект пялится на него, не говоря ни слова. «Тобой любуюсь», – честно ответил Джун, приходя в себя. «Раздевайся и проходи», – буркнул Мин и собрался уйти на кухню. «Постой», – остановил его нам Джун. «Это тебе», – Альфа протянул пакет Юнги. «Это чё?» – подозрительно спросил Омега. «Ну, камасутра и вино». «Прям набор джентльмена», – усмехнулся Юнги. «Точно, только не полный», – ответил Джун. «Снова на непотребство намекаешь», – сузил глазю Кимин. «Ни в коем случае», – пробормотал Ким, снимая обувь. Альфы, которые помогли Джуну доставить ёлку, ушли. Так он развёл руки в стороны и с открытым ртом смотрел на зелёную красавицу, что заняла большую часть их гостиной. «А ходить по комнате как?» – ошалело произнёс он. «И у нас нет столько игрушек, чтобы её нарядить». «Вот сейчас кто её додумался купить, будет переставлять мебель», – заявил Юнги, показавшись в дверях. «Ты, акула бизнеса, сейчас будешь таскать диван, а игрушки мы завтра сделаем». Юнги ткнул в грудь рядом стоящего нам Джуна. «Ну, я, конечно, понимаю, что ты привык размерам своей квартиры, но как тебе в голову пришло купить двухметровое дерево?» «Да не волнуйся, Рыжуля», – спокойно ответил Джун. «Сейчас всё переставим. Гук, ты мне поможешь?» «Ага», – задумчиво протянул Чунгук, который никак не ожидал, что этим вечером будет работать грузчиком. «И куда мы его поставим?» «Э, руководи ими», – приказал Мин. «А я пошёл пряники печь, нет у меня времени на это». Юнги иритировался на кухне, прихватив презент нам Джуна с собой. «Ну, босс», – Чунгук засучил рукава своего свитера. «Куда ставим диван?» «Я думаю, диван поставим вот к этой стене, а ёлку переместим ближе к окну», – предложил Тихён. «И кресло отсюда уберём. Гук, его надо отнести в мою комнату». Чунгук радостно закивал от предвкушения, что он увидит комнату Омеги. «Ведь говорят, что спальня – олицетворение своего хозяина». И Чуна не терпелось посмотреть на неё, чтобы ещё раз убедиться в своей правоте в отношении Тихёна. «Пока Тея и Гук относили кресло в комнату Омеги, нам Джун проскользнул на кухню». Там он застал Юнги, склонившегося над книгой. Омега с увлечением рассматривал картинки древнейшей инструкции по сексу. «Интересно?» – тихо спросил Джун. «Конечно!» – усмехнулся Юнги и нахмурился. «Не могу понять, как же это он так ноги-то закинул?» «Так проще простого!» – серьёзно ответил Джун, присаживаясь за стол. «Ой, не говори мне, что ты эту позу пробовал!» – приподнял бровь Юнги. «Пробовал?» – подтвердил Альфа. «Я много поз отсюда пробовал». «И как?» «Любопытство распирало кошачью натуру Мина. Ну, некоторые так себе, они действительно для каких-то акробатов, но есть такие, которые доставляют большое удовольствие». «А практиковал с одним или с разными Омегами?» – как бы невзначай спросил Мин, отрываясь от Камасутры. Омега подошёл к плите и открыл духовку, ожидая ответа Кима. Ему было до жути. Интересно, сколько было парней у Джуна? «С разными», – без утайки сказал нам Джун. Мин почувствовал что-то вроде разочарования. «Так и что я хотел услышать?» – подумал Юнги, доставая пряники. «Что он приличный Альфа и не имеет Омег налево и направо. Так он же извращенец, и всё вполне логично». Нам Джун пристально посмотрел на напряжённые плечи Мина. «Мне кажется, или ему это не понравилось?» – размышлял Альфа. «Наверное, показалось». А ты знаешь, когда было написано «Камасутра»? Джун решил увести разговоры от его половых партнёров. Ему ещё предстоит попросить Юнги стать его парнем, ну, хотя бы на время. Но что-то в душе нам Джуна хотелось, чтобы это время растянулось на года. Картинка, увиденная полчаса назад, не давала покоя Джуну. Сейчас он начал понимать Чунгука, когда тот сходу заявил, что женится на Тихёня. Неужели и Гук такое же чувство испытал? Надо поговорить с другом. «Нет», – ответил Юнги. Он начал выкладывать на противень новую порцию имбирной вкусностей. Запах от готовых пряников кружил голову. Хотелось сию секунду запихнуть в рот сладость. Но они ещё были горячими и не покрытыми глазурью. В третьем веке. Но на английском языке Камасутра впервые была опубликована в Англии в 1883 году в переводе с санскрита. В ней очень много интересного. Например, в первых главах говорится о любви и о её месте в жизни человека. Также есть техники и значение поцелуев и довольно глубокий анализ. Есть информация о правильном обращении с омегами. «Да?» – Юнги обернулся. «И в чём она заключается?» «От ухаживания до свадьбы. В современном мире большая часть этих знаний устарела, но там есть действительно стоящие советы». «И всё-таки они поженились!» – рассмеялся Юнги. «Ну, раз ты так хочешь, то поженились!» Джун присоединился к смеху Омеги. На душе у Джуна стало так тепло от этого дружеского смеха и так уютно на этой небольшой кухне. «А тебе не кажется, что Тихёный Гук слишком долго относит кресло в комнату Те?» – спросил Джун, прекратив смеяться. «Ну, наверное, твой друг украл у Те. Поцелуй!» – Юнги почесал кончик носа, оставляя на нём белый след от муки. «Акула бизнеса! Если Чон обидит моего Тихёни, я ему яйца в узелок завяжу и чирикать заставлю, так и передай!» «Не обидит!» – уверенно проговорил Ким. «Тихёному очень нравится!» «Юнги, у меня к тебе просьба!» Альфа замолчал, собираясь с духом. Ведь какая реакция сейчас будет у Омеги, он не знал. Юнги мог послать, мог дать в глаз, закатить скандал. Или что, похуже? Но он был готов уговаривать, в ногах валяться и, если понадобится, заплатить, сколько потребуется. Только бы Мин согласился. Папина здоровье превыше всего. Год назад они его чуть не потеряли. Джун до сих пор вспоминает те дни с содроганием. «Какая?» «Будь моим парнем!» – выпалил Джун. Глаза Омеги стали круглыми. Целую минуту Юнги переваривал сказанные только что слова Альфа. «Подожди!» – наконец сожил Мин. Он подошёл к уже остывшим пряникам и взял один. «Держи!» – Юнги протянул пряник нам Джуну. «А что это?» – оторопело протянул Джун. «Мой ответ!» – усмехнулся Мин. Вздохнув, Альфа ещё раз посмотрел на кондитерское изделие в виде члена. Его только что послали. И на сегодня это всё, друзья. Продолжение следует. Господи, я прям балдею от этой истории, от этой атмосферы. Ой, надо срочно дома создать такую атмосферу. Пряники, что ли, пойти на печь? А ну-ка поделитесь со мной, дорогие мои, есть ли у кого-нибудь рецепт вкусных пряников? Вот чтобы не сухие были, а такие мягкие, вот как в магазине продают. Помните, из детства, когда мы пряники с молоком ели? Вот такие. А с вами была Маруся. Хорошего вам настроения, новогоднего настроения, прекрасного дня. До скорой встречи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok